Как правильно загадывать желание? Сегодня вы узнаете две мощные техники от участников фильма «Секрет» Эстер и Джерри Хиггс. Хотите знать, как правильно загадать желание, чтобы оно точно исполнилось? Уверена, что хотите, иначе вы бы не открыли это видео. Я уверена, что вы хотите узнать, как можно управлять своей реальностью. Вы точно знаете, что есть секретные фишки, благодаря которым люди притягивают машины, квартиры, идеального спутника жизни, ездят в классные путешествия. И действительно, есть общий секрет у тех, у кого получается все это материализовывать. И этот секрет – закон притяжения. Эти люди все делают так, что закон притяжения приносит им все то, о чем они просят. Хотите научиться так же? Тогда смотрите это видео внимательно. Но сначала секундочку внимания. Сейчас тут появится ссылочка, и она непростая. Там специально для вас я приложила свою пошаговую инструкцию по исполнению желания за 30 дней. Благодаря этой методике мне удалось уже материализовать две квартиры в Москве, идеального спутника жизни, которого я очень люблю, и он любит меня. Еще я нашла свое предназначение и хорошо зарабатываю. В общем, я получила все то, что когда-то загадывала. Так что скачивайте эту инструкцию, пока я ее не убрала из свободного доступа. Ссылка тут и под видео тоже. А сегодня хочу поделиться с вами двумя полюбившимися мне техниками от авторов мировых бестселлеров – Эстер и Джерри Хиггс. Эти техники очень мощные, потому что, практикуя их, вы начнете с легкостью исполнять свои желания и жить той жизнью, о которой так давно мечтали. Если вы смотрели фильм «Секрет», то вы уже знакомы с Эстер Хиггс. Она была одним из его спикеров и очень много рассказывала о том, как работает закон притяжения. Эстер на примерах показывала, как правильно загадать желания, чтобы вселенная приняла ваш заказ и исполнила его точь в точь. Эстер вместе со своим мужем Джерри являются авторами более 20 книг по исполнению желаний и закону притяжения. Их книги – это кладезь полезных знаний о том, как правильно загадывать желания. Ведь этой паре есть чем поделиться. Они добились финансового благополучия, живут счастливо и в любви. Постоянно путешествуют и не только. И все это благодаря правильной работе с законом притяжения. Уже давно доказано неисчисляемыми исследованиями, что все наши мысли материальны. Закон притяжения гласит «подобное притягивает подобное». Это также касается и наших мыслей. Только вы с помощью ваших мыслей творите свою жизнь, и никто другой. То, о чем вы чаще всего думаете, на чем больше всего фокусируете свое внимание, то вы и притягиваете свою жизнь. Неважно, негативное это событие или вещь, или позитивное, все материализуется. Если у вас есть желание, которое пока еще не исполнилось, то достаточно будет просто обратить на него внимание. И тогда, согласно закону притяжения, вы пошлете нужную вибрацию и получите то, чего хотели. Однако, если вы станете страдать от отсутствия желаемого, то закон притяжения продолжит подбирать соответствующую вибрацию «не имею», а вам останется только кусать локти, таков закон. В одной из своих книг под названием «Закон притяжения» Эстра Джерри Хиггс делится несколькими техниками. Они называют это словом «процесс» о том, как правильно загадать желание. Техника первая – волшебная шкатулка. Авторы рассказывают о нашем подсознании, проводя аналогию с волшебной шкатулкой. Представьте себе, что вы сидите на стуле, а рядом с вами стоит шкатулка, чудесная красивая шкатулка приличного размера. Вы знаете, что вы творец, а эта шкатулка – ваше творение. Если говорить образно, это мир, который вы создали. И взять то, что хотели бы, и положить в эту шкатулку. В этом контексте шкатулка – это ваше подсознание. Авторы придумали такой очень красивый и волшебный термин для нашего с вами подсознания. Как мы уже обсуждали ранее, закон притяжения гласит о том, что мысли материальны. Неважно, думаете вы о хорошем или о плохом, все ваши мысли со временем материализуются в реальности. Поэтому, если вы хотите жить жизнью мечты, вам необходимо контролировать, какие мысли вы кладете в свою шкатулку, то есть в ваше подсознание. Итак, вы берете большой красивый дом и ставите в том городе, который вам нравится. Вы берете материальный достаток для себя и, возможно, для своей половинки. Вы берете все то, что хотели бы сделать, что только могли найти, и тут и там добавляете превосходное самочувствие, радости, энтузиазм и кладете в свою творческую волшебную шкатулку. К сожалению, многие люди неосознанно фокусируют свое внимание на том, что происходит вокруг них, и часто им это не нравится, они расстраиваются по этому поводу. И люди часто не контролируют свой мыслительный процесс. Это очень плохо, особенно, когда окружающая реальность совсем далека от идеальной. Так как же притянуть жизнь мечты, когда даже не знаешь, каково это – жить жизнью мечты? Вот тут вам и поможет данная техника. Относитесь к своему подсознанию как к чему-то волшебному. Фильтруйте, какие мысли вы хотите класть в свою волшебную шкатулку, и какие мысли не заслуживают вашего внимания. Вам понравился приезжающий мимо дорогой автомобиль? Вместо того, чтобы расстраиваться, что вы не можете себе его позволить, положите его картинку в свою шкатулку. Вы видите влюбленную пару на свидание и хотите так же? Положите этот образ в свою шкатулку и приправьте его положительными эмоциями. Вам мало платят и не ценят на работе? Положите в свою шкатулку мысль о высокоплачиваемой и интересной работе. Беспокоит болезнь? Положите в вашу шкатулку мысли о здоровье. Когда в следующий раз вы будете думать негативные мысли, остановите себя и спросите, хочу ли я, чтобы эта негативная мысль была в моей волшебной шкатулке? Нет. Поэтому я предпочитаю думать о том, чему есть место в моей шкатулке. Когда вы осознанно собираете вещи в свою волшебную шкатулку, то можете гораздо лучше управлять мыслями и уже не станете думать о том, чего бы не хотели испытывать. Занятия процессом волшебная шкатулка помогут вам лучше осознать силу ваших мыслей. Если поначалу вам сложно контролировать свои мысли, то вы можете в буквальном мысли завести себе небольшую коробочку, оформить ее красиво, сделав ее вашей реальной волшебной шкатулкой. И туда складывайте фотографии, картинки, всего того, что вы хотели бы получить. А теперь давайте перейдем к следующей технике, как исполнить желание. Итак, техника номер два – творческая мастерская. Эстер и Джерри Хиггс уже давно раскрыли тайну, как правильно загадывать желание, чтобы оно реализовалось как можно скорее. Этот секрет они добавили в процесс творческой мастерской. Прежде чем вы к этому приступите, необходимо, чтобы вы были счастливы. Потому что если вы займетесь этим, будучи несчастным или просто без эмоций, ваша работа не будет иметь особого смысла, потому что сила протяжения в ней отсутствует. Уже ни для кого не секрет, что желания исполняются только если вы работаете с ними, находясь на позитивных высоких вибрациях. То есть, чтобы исполнять свои желания, нужно уже находиться в состоянии счастья и благодарности, будто уже имеете желаемое. К процессу творческой мастерской нужно тоже приступать, находясь в хорошем настроении. Так в чем же заключается эта техника? Вы каждый день будете посещать своего рода творческую мастерскую. Ненадолго. В 15 минут вполне достаточно. 20 минут это максимум. В мастерской не обязательно каждый день находиться в одном месте. Но будет лучше, если там вас не смогут побеспокоить или отвлечь. Там вы не будете входить в измененное состояние сознания. Это не медитация. Это состояние размышления о том, чего вы хотите. Придумывайте, где вы будете заниматься этой техникой. Возможно, в своей спальне или выберите какое-то кресло. Купите красивую тетрадь или блокнот, в который вам будет приятно писать свои мечты и желания. Важная особенность процесса творческая мастерская. В своей творческой мастерской вы не только прописываете свои желания, но и размышляете над ними. Именно этой важной особенностью данная техника отличается от многих других известных практик для исполнения желаний. Вам необходимо думать, размышлять и прописать причины, почему вы хотите получить желаемое. Письменно в своей тетрадке подробно ответьте на вопрос «Почему я этого хочу?». И обязательно ответьте на этот вопрос, добавляя свои чувства и эмоции. Давайте разберем эту практику на примере, чтобы вам стало понятнее. Допустим, вы загадываете желание работать на высокооплачиваемой и интересной работе. Сядьте в кресло или за стол, возьмите свою тетрадку и начинайте писать. «Я хочу исполнить свое желание работать на высокооплачиваемой и интересной работе». Почему я этого хочу? Потому что на интересной для меня работе я буду проявлять свой потенциал, я буду наслаждаться своими рабочими буднями, я буду счастлива, потому что работа будет приносить мне радость и удовлетворение. Я буду заниматься тем, что мне действительно нравится. Потому что высокооплачиваемая работа даст мне возможность покупать все, что я хочу. Потому что я смогу летать в отпуск туда, куда я хочу. Я буду рада, потому что я смогу покупать подарки своим друзьям и близким. Я буду испытывать счастье от своей работы, потому что работа приносит мне только радость и так далее. Вы можете прописывать любое свое желание из любой сферы жизни и нескольких желаний. Самое главное, как можно больше пишите «потому что» и добавляйте эмоции и чувства в свое письмо. Я рада, я счастлива, я наслаждаюсь и так далее. Эта техника поможет вам в красках, деталях, с яркими эмоциями представить исполнение вашего желания. А именно эти составляющие помогают мечте реализоваться очень быстро. Сделайте эту практику своей привычкой. Поначалу выполняйте ее каждый день по 15 минут. Затем можете делать это один раз в неделю. И работайте со всеми сферами жизни. Любовь, работа, здоровье, дом, тело, деньги и так далее. После нескольких недель практики волшебной шкатулки и творческой мастерской вы заметите, как меняется ваш образ мышления. Вы начнете замечать, что вас посещают совсем другие мысли. Вас начнут посещать мысли о богатстве, любви, успехе, процветании, счастье и здоровье. Вы начнете думать о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите и как вы делали это раньше. И тогда по закону притяжения вселенная начнет приносить вам именно то, о чем вы у нее просите. А сейчас посмотрите на правый верхний угол, пройдите по ссылке и получите в качестве подарка еще один ценный инструмент для достижения целей. Я хочу презентовать вам книгу, создание которой вложило всю свою душу, все знания и огромный опыт исследований применения силы мысли. Там вы найдете информацию о том, как известные люди, такие как Арнольд Шварценеггер и Джим Керри, исполняли свои желания. Узнаете, как правильно визуализировать и как быстро выйти на альфа-уровень. Я очень хочу, чтобы ваши мечты сбывались, поэтому написала практику, который научит вас управлять этой силой. Поверьте, исполнение даже самых смелых желаний реально с моей книгой. Уже через 30 дней после прочтения вы увидите, как меняется мир вокруг вас. Так что скачивайте. Если не видите ссылку вверху, я размещу ее также в описании. Подписывайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых техниках исполнения желаний. Продолжение следует...